Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Максим Иванов. В Институте управления экономики и финансов Казанского федерального университета прошла встреча ректора КФУ Ленара Сафина с представителями института. Ленар Сафин объявил об объединении Института управления экономики и финансов и высшей школы бизнеса, а также представил коллективу нового руководителя Алсу Ахмедшина. Ранее она занимала должность директора высшей школы бизнеса Казанского федерального университета. Помимо этого, ректор КФУ поблагодарил Нейлю Багаудинову за плодотворную и активную деятельность на благо университета, а также наградил знаком ветерана. Две учебные аудитории в здании городской астрономической обсерватории, где сейчас располагается кафедра астрономии и космической геодезии Института физики Казанского федерального университета, по решению ученого совета КФУ названы именами известных ученых. Так, аудитории номер 101 присвоено имя Ивана Симонова, русского астронома, одного из первооткрывателей Антарктиды, который с 1846 по 1855 год был ректором Императорского Казанского университета. Также будет увековечена память о Шаукате Хавибуллине, известном ученом, астрономе, математике и педагоге. Его имя присвоено аудитории номер 110. В преддверии старта приемной кампании в мраморном зале Казанского федерального университета завершились ремонтные работы по обновлению рабочего пространства. Двойка, как принято называть второе высотное здание, теперь будет ждать абитуриентов и студентов в новом интересном дизайнерском решении. Мраморный зал Казанского федерального университета – один из важнейших торжественных залов вуза. Именно здесь проходят ключевые мероприятия – Олимпиады, фестивали наук. И, конечно, именно он славится тем, что ежегодно встречает абитуриентов. В повседневной жизни данное пространство активно используют студенты Казанского университета для комфортного выполнения домашнего задания или подготовки к сессии. 17 июня состоялось торжественное открытие мемориа после завершившихся ремонтных работ. Открыл новое пространство ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин совместно с проректорами и профессорско-преподавательским составом вуза. Такие преобразания, конечно, у нас впервые. Такие прям очень дизайнерские решения оригинальные. Цвет стен поменялся, картины, оформление приемной кампании – все это очень важно. Потому что, несмотря на то, что абитуриенты сейчас поступают много по госуслугам через электронные формы, все равно должно быть входное лицо, точка входа, чтобы прийти и посмотреть, какой университет. Приемная кампания вуза стартует 20 июня, поэтому было важно успеть закончить реконструкцию пространства именно к этому времени. Теперь холл второго корпуса Казанского федерального университета включает в себя органическое устройство площадок для каждого института, что облегчает абитуриенту поиск нужного института, а также подчеркивает разнонаправленность вуза. Мы сейчас находимся с вами в такой небольшой презентационной зоне, где каждый институт имеет свой небольшой выставочный стол и небольшое выставочное пространство, где он может презентовать свои программы и привлекать абитуриентов на свои программы обучения. Мы думали не только о приемной кампании, мы думали и о ребятах, которые будут эксплуатировать эти помещения в процессе обучения, поэтому это пространство спроектировано таким образом, чтобы можно было, как конструктор, собрать из него всевозможные варианты и для проведения олимпиад, и для проведения каких-то конкурсов, и для проведения активности в рамках студенческой жизни. Поэтому вся приемная кампания после своего завершения никуда-то там не прячется, не уезжает, а вся техника, вся мебель и все пространства, которые мы открывали, начинают функционировать на хорошее и приятное обучение для студентов. Мраморный зал теперь представляет собой удобное пространство для учебы и работы, а яркие стены, покрашенные в терракотовый цвет, будут символизировать стабильность и равновесие, что хорошо скажется на эмоциональном фоне студентов. Отметим, что разработкой дизайна занимались сотрудники Института дизайна и пространственных искусств Казанского федерального университета. Аделина Абдрахманова, Александр Антонов. Универ новости. Студенты Института геологии и нефтегазовых технологий окунулись в мир практики. Полевая экспедиция, освоение необходимых для полноценной работы навыков и, конечно, обед на открытом воздухе. Как это было, расскажет наш корреспондент. Профессия геолога считается одной из самых романтичных. В советское время они писали стихи и пели песни. Сегодня она не утратила свои актуальности наряду с другими специальностями. Меняются поколения и подход к образованию. Но атмосфера тепла, дружбы и романтики – никогда. Это особенно прослеживается во время учебной геологической полевой практики и проведения полевых наблюдений. Студенты второго курса Института геологии и нефтегазовых технологий вплотную прикоснулись к практической стороне профессии. Важно те теоретические знания, которые ребята получают в течение года, апробировать на практике. То есть мастерство – это залог успеха. То есть все, что двигает нас вперед, делает профессионалами, нам нужно нарабатывать. Собственно говоря, без опытного пути сделать это просто невозможно. Нужно практиковаться, 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 чтобы стать знающим, хорошим специалистом. Молодые специалисты должны сами понять и пройти через все тягости полевой, суровой жизни, так скажем. И только после этого они смогут потом в дальнейшем, так скажем, в своей жизни испытывать уже не такие тягосты, а уже полегче им будет. И чтобы понимать, что делать, как делать, зачем мы это все будем делать. И это очень важно, потому что их должно научить кто-то научит, поэтому мы стараемся их научить этому. Полевые работы для студентов-геологов играют ключевую роль в их образовательном процессе. Они позволяют будущим светилам науки применить теоретические знания на практике, что однозначно способствует лучшему пониманию всех процессов. На местности молодые люди и девушки учатся наблюдать и анализировать, собирать и интерпретировать данные, составлять отчеты и карты, адаптироваться к различным погодным условиям и территориям. Я еще со своего студенчества помню, все карты на миллиметровочках все рисовали, раскрашивали, называли все это разукрашками, как в детстве. То сейчас студенты все это делают на компьютерах, всю обработку полевую, собирают, анализируют, строят красивые карты. То есть это все печатается, это все предоставляется в очень красивом виде, формате. И сохранение всех стандартов. Это очень важно, чтобы все масштабы были соблюдены, чтобы все правильные цвета были подобраны, чтобы правильно были маркировки различных горизонтов, времен по геохронологической шкале. Самое интересное, я могу отметить наши полевые практики, потому что на них мы проходим разные методы, такие как магниторазведка, электроразведка, гравиоразведка. И на каждой из них я узнаю что-то новое для себя, и мне это очень интересно. Пока что мне все очень нравится, я бы хотела видеть себя в будущем, в геологии, может быть в этом направлении, может быть в каком-то новом. Вот, пока что так. По словам самих руководителей практики, любой ученый всегда стремится к новому. Имея дело с неизведанными территориями, геолог неизбежно ставит перед собой цель открытия, будь то месторождение, новая территория или минерал. И этот путь очень творческий. Геолог имеет дело с абсолютно нетипичными задачами, которым не всегда можно найти не то, что инструкцию. А даже подход. Маршруты практик у нас не изменились, но, наверное, да, действительно, маршрутов стало больше. Остались старые, добавились новые маршруты по обнажениям. Нам очень повезло, что рядом находится правобережье Волги, где мы можем наблюдать достаточно большое количество точек, где вскрываются геологические слои обнажения пермской системы. Мы можем их изучать, учить студентов и работать на обнажениях, и фиксировать различные геологические процессы. Мы постоянно добавляем в нашу практику новые маршруты. Геолог просыпается с мыслью о том, что сегодня я сделаю что-то новое, открою что-то для изучения, в первую очередь, планеты, то есть то, что вокруг себя. То есть это тот человек, для которого интересно все вокруг. То есть это не ограничивается чем-то конкретным. Люди, далекие от этой науки, не всегда могут прочувствовать настроение геологических экспедиций. Они сопровождаются не только плодотворной работой, но и заслуженным вкусным обедом. Летняя практика всегда подразумевает свежие овощи и свежеприготовленный шашлык. Такие дни, по словам руководителей и самих студентов, очень сближают. Люди, которые связаны друг с другом благодаря геологии, которая связывает их как одна такая большая длинная нить, то есть нить протяженностью более 40-50 лет. То есть это очень важно. То, что люди сплочаются благодаря вот этим общим интересам. Для меня это конкретно пример того, как можно совместить личную жизнь с наукой. Будущие специалисты постигают в ходе практики основы геологической профессии. Все для того, чтобы геолог, попав в поле, был подготовлен. Из старых инструментов остается геологический молоток, компас, из нового GPS-приемник для определения координат. На самом деле, я не склонен утверждать, что раньше студенты были лучше или были другими. Да ничего подобного. У нас всегда на геофаке, сейчас в Институте геологии и нефтегазовых технологий, прекрасные студенты. Изменились технологии и подходы как к образовательному процессу, так и к реализации практики. Вот, поэтому раньше ребята использовали другие подходы. Вот, допустим, сегодня, вот вы видите, на столе лежат карты, которые используются, карты, схемы. Это все сделано в специальном программном обеспечении, в специальном софте. Вот, ребята у нас сейчас берут с собой GPS, берут планшеты, то есть используют вот такие вот цифровые технологии в образовательном процессе, в практике, вот, в освоении именно, вот, практических дисциплин, практической подготовки. Вот это изменилось, да. Ну, а сами студенты, наверное, не изменились. Они те же такие ребята, которые хотят что-то исследовать, узнать новое. Они амбициозные, они хотят добиться результата в жизни. Для избранных профессий геолога окутана романтикой. Ночью костра, гитара, интересные знакомства с миром и людьми, удивительная природа и пространство, освобожденное от асфальта и бетона. Все то, что так привлекает молодых ребят по всей стране. Карина Саяхова, Тимур Табаров, Универ Новости. Карина Саяхова, Тимур Табаров, Универ Новости. Карина Саяхова, Тимур Табаров, Универ Новости. Бумаги толщина стопки увеличивается в два раза, что делает ее сложение все труднее. Кроме того, с увеличением числа складываний увеличивается и количество слоев бумаги. Это означает, что требуется все больше силы и точности, чтобы удержать все слои вместе и продолжать складывать их. Если сложить листки бумаги определенное количество раз, то якобы есть предел. И выше этого предела сложить уже невозможно. На самом деле тоже это хорошо объясняется. Во-первых, это не совсем корректно, не совсем так. Дело в том, что это свойство зависит от того, какова у вас бумага. Какова ее толщина, это раз. И во-вторых, из чего она состоит. А именно, чтобы листки бумаги сжимались, необходимо, чтобы можно было каждый последующий слой, когда вы добавляете, деформировать на толщину этого слоя. Если вы возьмете, например, губку, тонкую губку, то сколько бы слоев вы ни делали, скорее всего у вас получится. Почему? Потому что пластичность на растяжение нажатия, она очень высокая. В 2002 году американский ученый по имени Бритни Галашио доказал, что теоретически можно сложить бумагу более семи раз, но для этого требуется бумага огромных размеров. Суть проблемы заключается в том, что при каждом сложении бумаги ее толщина удваивается. Таким образом, после каждого сгиба бумага становится в два раза толще. При семи сложениях толщина стопки бумаги возрастает в 128 раз. Физически невозможно сгибать столько материала в обычных условиях. Однако, если взять бумагу огромных размеров, то количество сложений будет значительно превышать семь. Например, если взять бумагу, длина которой равна расстоянию от Земли до Солнца, то количество сложений может достигать нескольких сотен или даже тысяч. Таким образом, миф о невозможности сложить бумагу более семи раз является правдой только в том случае, если речь идет о бумаге обычных размеров. Если материал сэндвича такому свойству не удовлетворяет, то есть такой пластичности бумага, она не имеет такой пластичности, то вы это сделать не сможете, конечно же, и согнуть не сможете. Когда слоев мало, пластичность требуется небольшая, деформация требуется небольшая, незначительно. Поэтому мы сгибаем спокойно. Внутренние слои сжимаются, внешние растягиваются немного, ну и в итоге у нас сэндвич складывается. Однако, когда толщина сэндвича достигает определенного предела, то мы уже не можем деформировать. На самом деле, сложить бумагу семь раз возможно, но физический процесс оказывается настолько сложным, что для его выполнения требуется огромная сила. То есть реализовать это в домашних условиях нереально. Но научные эксперименты показали, что с помощью высоких технологий и специального оборудования провернуть такое возможно. Таким образом, мы видим, что между реальностью и невозможностью существует тонкая грань. То, что кажется нам невозможным или противоречит обычной логике, может быть достигнуто с помощью научных открытий и современных технологий. Наиля Хананова, Елизавета Газизянова, Универ Новости. На этом все. В студии был Максим Иванов. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!